Ну, а теперь давайте поговорим поподробнее о другом, если угодно, тоже стихийном бедствии, о пандемии коронавируса, которая никак не хочет прекращаться, несмотря на все усилия государств и правительств, на карантинные меры, на самоотверженную борьбу медиков с COVID-19. В минувшей неделе число умерших во всем мире перевалило за психически, простите, психологически страшную отметку миллион человеческих жизней, а всего зафиксировано больше 35 миллионов случаев заражения коронавирусом. Из них более 7,5 миллионов в Соединенных Штатах Америки. Знаковым событием на минувшей неделе стало то, что коронавирусом заразился и слег в больницу сам президент Дональд Трамп, между прочим, один из видных, так сказать, COVID-диссидентов, который много месяцев пытался сделать вид и убедить сограждан в том, что все не так уж плохо, как об этом сообщают средства массовой информации, что вот-вот изобретут и лекарства, и вакцину, и что пора ослаблять карантинные меры. Трамп, который почти не появлялся на публике в маске, откровенно смеялся над теми, кто соблюдает все гигиенические правила, включая своего главного соперника по борьбе за победу на предстоящих 3 ноября президентских выборах Джо Байдена. А теперь получается, что Трамп жестоко наказан за свою браваду и, в некотором смысле, откровенные легкомыслия. А Трамп, которого сторонники Байдена обвиняли чуть ли не в старческой деменции, выглядит отнюдь не старым, выжившим из ума человеком, а мудрым и предусмотрительным политиком, который сделал все, чтобы не заболеть и не поставить под угрозу свою предвыборную кампанию. На эту тему мы сегодня еще отдельно, подробно поговорим. Тем более, что потому, что совершенно непонятно, что будет дальше, особенно в случае, если не приведи Господь, Трамп по состоянию здоровья вынужден будет сойти с дистанции. Между тем, в Украине эпидемиологическая ситуация, к сожалению, не становится лучше. Сегодня в стране зафиксировано 4140 новых случаев заболевания. Эта цифра сопоставима с теми показателями, которые были в середине марта в крупнейших европейских странах, куда пандемия пришла раньше всех, и которые от нее больше всего тогда страдали. Италия, Испания, Франция. Я очень хорошо помню, как тогда мы читали подробные отчеты в средствах массовой информации о масштабах бедствия, о том, как задыхается система здравоохранения в этих вполне успешных с точки зрения уровня развития медицины в странах Западной Европы. И как тогда казалось, что Украину минует чаша сия. В конце марта, когда правительство ввело жесткие карантинные меры, вплоть до закрытия киевского метро, до прекращения всякого пассажирского сообщения между украинскими городами, вот тогда общее число заболевших не превышало нескольких сот, а ежедневно прибавлялось их отцы несколько десятков. Но вот сейчас, в начале октября, Украина выходит на совершенно иные, очень тревожные показатели. Что с этим делать? Справится ли украинская система охраны здоровья с такими нагрузками? Нужно ли вновь вводить такие же жесткие меры, как тогда, в марте месяце? Об этом поговорим сейчас с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым. Максим у нас в студии, в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, что же нам теперь делать? Не поторопились ли вообще со снятием жестких карантинных мер? Ну, мы помьякшили карантинные мероприятия, если вы помните, еще в травме месяце. И потом дехто решили, что мы практически полностью их отменили. И если вы сейчас посмотрите на дотримание, даже сравнивать с тем, что было в травме и то, что происходит сейчас, не несмотря на количество новых хворих, то я думаю, что все могут подтвердить, что сейчас намного легче, легковажнее относятся наши граждане до всех наших правил, правил новой реальности. И, конечно, сразу мы видим ту количество хворих, которую мы каждого дня фиксируем. Конечно, до этого нужно добавить еще и иногда массовые заходы, которые проводят в тех или иных местах. Вот буквально 3-го жовтня у нас черговое было проведение в городе Харьков. Треба было провести концерты Дня Вчителя. Ну, то есть, понимаешь, что все находятся в предвыборчей кампании, но когда в Харькове мы фиксируем антирекорды каждого дня по количеству хворихших, ну, проведение таких заходов, конечно, оно только погибает там ситуацию. Вот кто-то заметил, что для граждан большинства стран мира есть сейчас существенная разница между ситуацией, которая была весной, и нынешней ситуацией. Вот весной была надежда, что все скоро закончится, что вот не сегодня, но завтра власти, правоохранительные органы, обеспечивавшие режим строгого карантина, медики, наконец, в первую очередь, достаточно быстро возьмут ситуацию под контролем. И в какой-то мере так оно и произошло, что число заболеваний, там, в тех же названных мной Франции, Испании, Италии, не говоря уже о Германии, где медики там особенно отличились, там вот число заболеваний пошло на спад, да. А вот сейчас другая ситуация, все повторяется, если не отчаянно, но как минимум уныние и безысходность от того, что ну никак не удается эту заразу победить. Нет, есть две частины. Первый – это работа медиков, которую я считаю, мы каждого дня должны просто дякувать за их работу. И неможливо поревняти, если мы говорим про Украину, неможливо поревняти готовность системы в квитне месяце, тобто кінець березня, початок квитня и сейчас. Не с точки зрения потужности, с точки зрения обладнания и с точки зрения готовности, даже медичных работников, которые лекуют наших хворих. Если на сегодняшний день у нас задействовано в лековании хворих на COVID-19 близко 55 тысяч медицинских работников, но из которых там 12 тысяч, я помню, 314, это именно лекарь. Но в этом тоже есть межа. Они уже полгода, полгода каждого дня борются за жизнь украинцев, рятуют их, даруют им здоровье. Но есть другая часть, которая называется «Та ответственность, которая лежит на нас, на украинцев», самое, что до дотримания этих правил, чтобы не сбільшилась кількість хворих. Потому что будь-яка система, она имеет межу, и мы все это понимаем. Ну вот, понимаете, есть же психологическая граница, об этом не раз говорили и писали в средствах массовой информации, что возникает ситуация, когда дискомфорт из-за карантина вызывает больше негативных эмоций, нежели страх заболеть. Вот как заставить в этой ситуации людей быть аккуратнее, бдительнее, создавать, скажем так, не создавать, но как минимум там выполнять элементарные правила гигиены и социального дистанцирования? Ну, смотрите, ну, если мы говорим о дискомфорт, мы же не говорим сейчас про жесткий карантин, который действует, когда не работала экономика, когда не работал ни один там заклад и все остальное. На сегодняшний день я это работаю. У нас есть элементарные правила, но абсолютно элементарные, выполнение которых это просто жизненная необходимость. Это то же самое, что переходить в улицу на зеленое светло-светлофору. У нас же не выникает дискомфорту щодо переходу дороги на відповідное светло-светлофору. Ну, это же самое. Потому что мы понимаем, и любой разумный человек понимает, что если там начать на красный свет переходить дорогу, по которой с огромной скоростью едут автомобили, есть высокий шанс просто попасть в смертельную аварию. Я этот пример уже приводил, но у меня есть один друг, коллега, американский журналист, живущий в Нью-Йорке и работающий там. Он мне говорил, что до меня дошло, что это действительно страшная угроза. То есть только после того, как я увидел, что вот у меня напротив дома госпиталь, и в госпитале закончились места в морге, и покойников складывают, и я просто это увидел, рассказывал мне, что покойников складывают в рефрижератор, в огромный фургон, рефрижератор, который стоял прямо под окнами моего дома. И вот тогда, как говорится, меня проняло. Слава Богу, у нас ведь такого нет, хотя, смотрите, вот в пятницу, по-моему, на брифинге вы говорили о том, что система здравоохранения может не выдержать. Это так? Ну, смотрите, у нас в середине липня кількість одночасно пациентов, которые пребывали в лекарнях, складала трешки больше, чем 3,5 тысячи людей, хворих на COVID-19. На сегодняшний день с хворих або с подозрой больше 16 тысяч уже. Это в пять раз больше практически. И оно заповнюется каждого дня. У нас есть межа. А если мы говорим о лекарнях, то у нас на сегодняшний день выведено 36 тысяч лекарнях под хворих на COVID-19. То есть если 36 зашкалят, то это будет перегрузка? Ну, мы просто не будем куди принимать хворих. Мы же не можем, умовно говоря, не принимать хворих, не давать помощь при инфарктах, инсультах и все остальное. И, конечно, это главное занепокоение, которое нас вызывает. То есть мы перелешиваем систему, мы додаем лешка, мы додаем кисень, но, извините, у нас просто банально может не хватить лекарей, которые могут надавать эту медицинскую помощь. 16 тысяч вы сказали? Да, уже сейчас, на сегодняшний день. И 36 это предел? 36 тысяч, ну, это так, кольца, которая выведена. Ну, доброе, мы еще, думаю, ну, еще может, там, на 15 тысяч. Хорошо, Всемирная Организация Здравоохранения прогнозирует, что с такими темпами, как сейчас, количество больных в Украине может ежедневно увеличиваться на 9 тысяч. Это так? Ну, так это может быть. Ну, то есть, если мы дальше будем жить так же, как мы живем, то есть, нехто, вот, всеми правилами. Хорошо, некоторые страны постепенно возвращаются к локдауну. Может быть, и Украине надо возвращаться к локдауну? Ну, например, Израиль. Вот Израиль, да. Израиль, да, сделает локдаун на 2 недели. После того, как они зафиксировали 6 тысяч 250 хворых. Да, и ввел локдауны, за 500 метров нельзя отходить от дома, и все такое. Пока мы діємо в условиях такого адаптивного карантину, больше того, мы уже бачим, что места и районы, где мы вводили червенный уровень эпидемиологической небезпеки, и которые дотримались соответствующих правил, в них снижилась, соответственно, захворенность там за 14 дней. Ну, это же мы сразу бачим по цифрам. Ну, смотрите, вот, поправьте меня, если я что-то скажу не так, но, насколько я понимаю, наибольший риск заваливания COVID-19 это в ситуации, когда люди находятся в большом количестве в плохо проветруемом помещении, скученно, скажем, в общественном транспорте. И, быть может, удавалось весной тогда сдерживать стремительный темп роста заболеваемости за счет того, что вот действительно в Киеве закрыли метро, что перестали летать самолеты между городами, что перестали ходить поезда дальнего следования, а также пригородные электрички. Было введено ограничение на использование общественного транспорта. Вам не кажется, что надо к этому возвращаться, несмотря на все неудобства? Если вот буквально, ну, смотрите, 16 тысяч, свыше 16 тысяч сегодня, 36 тысяч максимальная способность украинского здравоохранения, это всего 20 тысяч, если действительно будет по 4,5 тысячи, как сейчас, ну, простая арифметика, это через, там, 2 недели произойдет. Ну, у нас 11-4,5 тысяч мы госпитализуем, а десь 14-15,5%. Ну, вот, да, средняя, там, важкость. Извините, точная поправка, извините, там, конечно же, не все госпитализации, кто-то болеет безсимптомно, кто-то болеет не в острой форме. Да, да. Суть в том, что нам же нужно было найти баланс. Тобто, локдаун и полная зупинка, как говорят, страны, это, естественно, самый лучший шлях разрыва этого ланцюга передачи инфекции. Ну, это, естественно, это тоже такая простая арифметика. Но нужно было найти баланс между экономикой и противопедемическими заходами. И мы же не можем полностью покласти экономику, мы же просто банально не сможем туда жить и решить все другие наши проблемы. Именно поэтому нам кажется, что мы нашли такой баланс, просто его нужно выполнять в условиях адаптивного карантину. Но, естественно, когда ситуация будет принимать таких загрозливых вещей, то мы будем предлагать, как Министерство охраны здоровья, сам и до более жестких методов. Потому что, ну, конечно, все... То есть, в государстве есть главный обязательность дать медицинскую помощь всем людям, которые этого потребуют. Ну вот, смотрите, премьер-министр говорил в среду на заседании правительства, то, что жесткий контроль за соблюдением ограничений должен быть со стороны местных властей, а местные власти этим пренебрегают. В том числе, понятно, как вы сами сказали, концерты нужны там по случаю Дней Городов, потому что местные выборы на нас. Есть ли какие-нибудь рычаги воздействия? И, может быть, прислушаться к тем, кто призывает отложить местные выборы? Ну, пока у нас нет такой ситуации, чтобы мы что-то откладывали. Но в тот же время, конечно, мы же сразу видим и следуем. Только есть проведение таких массовых заходов, концертов на десятки тысяч людей. И сразу мы за 2-3 недели начинаем фиксировать большую количество заболеваний. И только не выполняют соответствующие наши карантинные ограничения, которые есть на том же транспорт. Потому что транспорт нас, согласно норм, должен ездить исключительно в межах, количество людей, которые проживают, в межах количества мест для сидения, которые есть в автобусе или в другом громадном транспорте. Коли они не поддерживают, скажите, пожалуйста, это исключительно лежит в компетенции местной власти. И они в змозе додать маршруты, в змозе додать кількість транспорта на маршруты. И мне кажется, что это, ну, то есть такая главная вещь. Понимаю, что местная влада должна обеспечивать выполнение этих ограничений. Вновь таки, я был, например, в том же месте Чернигов и, например, показал, когда я пошел посмотреть на местный рынок, он находится в коммунальной власти. То есть, дотримание правил на рынке, я уверен, что это можно зайти на любой рынок и будет то же самое происходить. Ну, я знаю, что возможно, это позволяет обеспечить дотримание этих правил на рынке. И это не есть. Только на рынку, знаете, в торговых точках. Вот я не буду никаких конкретных адресов называть, но я знаю, в том районе, где я живу, в окрестных магазинах, есть магазины, где на входе стоят дежурные, которые очень строго тебя могут тормознуть и сказать, извините, без маски нельзя. А есть торговые точки, где отсутствие маски реагируют абсолютно равнодушно. Есть магазины, где на входе меряют температуру, но это очень редко случается. Ну, я уверен, что вы, когда заходите в такой магазин, где достаточно так пильнуют про засобы захиста, вы себе в такой безопасности почуваете. Не, ну, это правильно. Очевидно же, это еще зависит от экономических возможностей, там, тех же самых торговых предприятий. У кого-то есть дополнительные доходы, скажем так, чтобы бесплатно тут же тебе вручать маску, если у тебя ее нет, потому что в противном случае, глядишь, покупатель развернется и уйдет, если у него при себе нет своей, что там стоят эти самые санитайзеры, что в конце концов надо же платить зарплату тем людям, которые за всем этим следят и которые температуру меряют. Не, ну, хотя бы там уже без вымеривания температуры, хотя бы маски и антисептик, и это уже было. А скажите, по какому принципу идет разделение на карантинные зоны? Вот смотрите, я не совсем понимаю, почему в середине сентября, когда в Киеве был прирост порядка 400 больных день, он был в оранжевой зоне, а теперь, когда прирост даже чуть больше, он уже в желтой. У нас есть заболеванность на 100 тысяч населенных за 14 дней. На последнем заседании комиссии ТЕПТНС, которое было 1 жовтня, по Киеву при меже в 160 на 100 тысяч населенных за 14 дней, в Киеве, если я не ошибаюсь, было 159, то есть он еще остался в желтой зоне. Если будет больше, чем 160 и больше, то он перейдет в соответственно оранжевую зону. То есть там суто цифры, там нет никакой политики, и исключительно. Еще один вопрос, он может быть такой частный, но вот есть Тернополь, который оказался в красной зоне, а по словам местных жителей, которых цитируют разные средства массовой информации, и соцсети, в общем, ничего толком там и не поменялось, только поезда перестали останавливаться на вокзале. Тогда в чем смысл занесения в красную зону? Нет, ну там изменилось. Сгідно с утверждением нашего решения, когда мы утверждали его, принимали участь в том числе органы местного самоврядувания в утверждении. Там есть ограничения по работе закладов, городского харчевания, фитнес-центров, спортзалов, там, другие заклады, то есть соответствия есть. Есть соответствия дополнительные ограничения, которые они вводили в работе гражданского транспорта, это уже на уровне местной влады они ввели. Они не вводили ограничения в работе школ и детских садов, я имею в виду о закрытии их, но изменили там третий график работы. И я могу сказать, что если 24 вересня, когда мы вводили эти ограничения, у них показник захворюваности на 100 тысяч населения был 615 за 14 дней на 100 тысяч населения, то уже на минулый четверг, на первый, то есть через неделю, он снизился до 484. То есть мы сразу видим реагирование, то есть реагирование, то есть введение заходов, дотримание этих ограниченных заходов, мы сразу это видим по снижению захворюваности. Это факт, который мы, это вы про Тернополь мы говорили, так мы видим по многих местах наших. Ну и все же, последний вопрос министру здравоохранения Украины Максиму Степанову. Все-таки, что сейчас самое важное для того, чтобы избежать худшего сценария развития событий? Ну, мы делаем все, вдосканавливаем, в том числе, наши процессы лечения и вся решта, чтобы была здатна медицина система всегда давать медичную помощь. Это первое. Ну и второе, а то, что касается худшего сценария, как вы говорите, ну, это зупинятие хвороба, зупинятие, возможно, только дотриманием права. Ну, не выгадал в свете иншого. Ну, в свете иншого не существует. Пока вирус передается повитрянокрапельным шляхом, то иншого просто не существует. Это нравится кому-то. Або не нравится, ну, я всегда про это говорю, говорю и буду говорить, потому что это здоровье граждан. И больше того, особенно вразливыми, именно версты на сценарий, если мы поднимемся на нашу статистику по летальности, по померных людях, это именно люди из группы риска, летние люди, люди, которые имеют супутные заболевания, то это 90% таких людей. То есть, в первую очередь, нужно, чтобы пожилые люди и те люди, которые... Да, берегли себя. Это очень важно. ...рядом с ними находятся, с ними вместе живут, себя берегли. Но это был, наверное, все-таки предпоследний вопрос, самый последний вопрос. Лекарство и вакцина. Когда можно ожидать появления лекарства и появления вакцин? Ну, начнемо с вакцин. То, что мы ведем перемоги с всеми такими великими компаниями, которые находятся на третьих стадиях клинических попробований, можем оперировать только теми данными, которые они дают, что до конца года они должны зарегистрировать и наконец закончить эти клинические исследования. То, что касается лекарских средств, то тоже фармкомпании работают. Но, в том числе, подбираем те или иные схемы лекарства. То есть, лекарские средства, которые понимали, но подбирая те или иные схемы лекарства, ну, как это было с люкокартикоидами, с дексаметазоном, або как это сейчас с иммуноглоболинами, до речи, один из наших лекарских средств, который был зарегистрирован, уже завершил на клиническое пробование, это лекарские средства биовенции, иммуноглоболины, они показывают достаточно хорошие результаты. А именно такого, чтобы специфического лекарского средства, ну, пока у нас нет, в свете еще не выгадал. Ну что ж, спасибо большое, Максим. Максим Степанов, министр здравоохранения Украины.